А сейчас, друзья, я вам покажу, где поймать всю новую рыбку просто руками. В The Elder Scrolls V Skyrim. Друзья, у меня есть канал стрима Mr. Cat. Прохожу Skyrim, где у меня всего лишь 80 жизней на легенде. И Elden Ring за бандита. Все ссылочки в описании. Ребят, рыбалка. Это квесты и много-много нервов, потому что не всегда ловится та рыбка, которая тебе нужна. Но есть выход. Можно всю новую рыбку выловить просто руками. Без удочки. И начнем мы с одной из самых популярных. И это мелководный окунь. Наверное, не просто так ее очень много в Skyrim. Потому что это окунь. Наш старый знакомый окунь. Также по некоторым квестам рыбалки, вам понадобится необычный крабик. Тут же переплываем и находим его. Молодой грязевой краб. Вот такой вот малыш. Также побегайте по бережкам, где из краба будут еще мелкие грязевые крабы. А эту рыбку можно выловить далеко не везде. Драконий мост. И под ним ныряем. И тут ловим страж рыбу. Я так понимаю, страж рыба это тунец. Уж больно похож по задней части. Но рот очень странный. Дуки Салитюда. И вот здесь везде. Вы можете выловить очень яркую рыбку. Карпа. В реальной жизни вот такой вот яркий это вид карпов. Кои. Красивый, да? Очень часто видим их в каких-то аквариумах. Всегда, всегда, друзья, обращайте на маленькие водоемы. Такие как возле форта Нойград. Или же пещера Каменный ручей. Пруд Глазмары. Также вот здесь у нас пруд чистых сосен. В них всегда будут золотые рыбки. Которых понадобится по квестам рыбалки штук 5. Очень яркая, очень красивая. И в реальной жизни тоже есть золотая рыбка. Прям копия. Везде, где вы видите небольшие или большие водопадики, проверяйте их. Потому что внизу могут быть рыбки-лопатки. Если нагуглить реальную рыбку-лопату, то она явно отличается. Да, друзья. Далекое, нетмечное место на карте. Вот здесь находится лагерь, где очень много мяса устрицы. И как раз-то такие места очень любит карапузик. Маленькая рыбка. И тут ее просто завались. Вполне вероятно, карапуз это келлифиш. Разновидность рыбок. Которая похожа. Похожа на нее. Камни-хранители. И вот здесь. И довольно много. Лавает. Сом, друзья. Просто сомик. В реальной жизни это не просто сом. Это сом кукушка. Пятнистый. Теплые воды. Гейзеры. Конечно же, друзья. Недалеко от камня. От Ранаха. Или же парового лагеря. Где великаны. Прямо в теплой воде. Мы ловим карликовых солнечников. Карликовый солнечник. В Скайриме. Это Элла Сома. В реальной жизни. Дуки Виндхельма. Одна из самых популярных. Морозных рыбок. Треска. Треска, друзья. Также любит холодную водичку. Атлантическая треска. А эту рыбку найти куда сложнее. Донстар. Каприз. Хеллы. Тут. Разбитый корабль. И мы. Ныряем. Прямо в него. И полярный. Полярный. Голец. Арктический голец. В реальности. И эту рыбку. Также довольно трудно найти. Но возле поста с этимя сегонья. Если нырнуть под эти льды. То можно кого-то увидеть. Полярный хариус. Загуглил. Хариусов довольно много. Очень похоже на хариуса сибирского. А вот эти вот рыбки. Мне кажется проще. Выловить на удочку. Чем поймать руками. Друзья. Плащ. Пилигрима. Самое глубокое место в игре. Скайрим. Самое. Тут очень много кораблей. Разные сундучки. Интересности. Ну и конечно же на самом дне. О, смотри-ка. Это полярный. Тут плавает маленькая. Маленькая рыбешечка. И это малек. Удильщика. Также и в реальности. Существует малек. Удильщика. Или же малек. Морского. Черта. Ну так же тут же. Вот в этой пещере плавает тот самый удильщик. Друзья. Морской черт. Удильщик. Скайриме выглядит не так страшно, как в реальности. Но как же круто, что именно удильщика разместили глубже всех. Потому что они обитают как раз-то в очень глубоких местах. Обалдеть. Отправляемся в вечно зеленую рощу. Потому что именно здесь обитает очень малозаметная и необычная рыбка. Лерохвостный окунь. Это легендарная рыбка, друзья. Маленький, красивенький, лерохвостный антиас. Также недалеко от Фолкрита находится поляна предков. Которая была добавлена с DLC Данвгард. И тут мы вот сюда ныряем. И находим очень много разных рыбок. Но нас интересует рыба ангел. Загуглил рыбку ангел и она отличается. Тут прям ее изменили. Хотя кто его знает. Может есть какие-то подвиды. Недалеко от Маркарта локация Озерный Утес. И в самом начале мы видим водоем и рыбацкие снасти. Ныряем. И уже наблюдаем какую-то рыбку. Это люта рыба. В переводе с английского ужасная рыба. Из-за чего я ее не нашел. Но не настолько она ужасная, да? Как тот же самый черт морской. Если у вас есть какие-то мысли, что это может быть за рыбка. В реальности пишите в комментарии. В этой же локации, но только на дне. Обитает еще одна рыбка. Это трехногая рыба. Паук. Эту рыбку, треногу, я нашел. Она реально на этих троих своих плавниках перемещается по дну. Как будто некая эволюция, да? А теперь летим в вечернюю пещеру. И в самом начале находим маленький водоем. И именно здесь обитает легендарная Скорпена. Скорпена или же еж являются ядовитыми рыбками. И очень опасными. Замок Валкихар. Нетрудно догадаться, какая рыбка будет плавать у берегов. Рыба-вампир. Точно так же устрашающе выглядит и в реальности. Огромные клыки. Если вы рыбалку проходите с первых уровней, не обязательно проходите сюжет, чтобы попасть в последнее место. Пост Септимия Сегония. Общаетесь с ним. Отправляетесь в Альфтант. Проходите и попадаете в черный предел. Башня Мзарк. Как раз-то тут древний свиток. Так, узнали место, да? Но этих рыбок я нашел только здесь. Если вы знаете другое, более простое место, пишите. Сразу под этим мостом водички мы ловим стеклянного сомика, стеклянного окуня. Две мелкие, редкие рыбешечки. Стеклянный окунь. Даже не подозревал, что такое чудо есть и в реальности. И стеклянный сомик. Еще более прозрачный. Как видите, вся новая рыбка ловится просто руками. Надеюсь, вам понравилось это видео. Поддержите, подписывайтесь. И счастья вам, друзья. Пока.